Вопросы, поступающие на канал Экзегет, бывают достаточно различными. В том числе они зачастую касаются и тех вещей, с которыми мы сталкиваемся в нашем быту, с которыми мы сталкиваемся, общаясь с близкими нам людьми, и которые порой просто ставят нас в очень-очень неудобное положение. И такой вопрос прозвучит в частности сейчас. Может ли христианин ходить в гости к знакомым, живущим в блуде? С одной стороны, кажется, что христианин никак не должен поддерживать греховную жизнь своих ближних. Кажется, что христианин должен свидетельствовать о том, что есть добро и что есть зло. И самым своим выбором он должен показывать, что правильно и что неправильно. И бытует такое мнение, что когда христианин приходит к людям, которые живут жизнью не совсем правильной, жизнью греховной, тем более живут в блуде или незаконном блудном сожительстве, то он таким образом как бы легитимизирует их право жить подобным образом. И поэтому нужно с такими людьми не общаться. Не могу с этим согласиться безусловно до конца. Почему? Потому что, наверное, это то правило, которого было бы, естественно, придерживаться в небольшой христианской общине, где все люди друг друга знают, и где жизнь людей по преимуществу соответствует идеалам евангельским. Мы живем в мире, который находится в совершенно другом состоянии. И сегодня достаточно редко можно увидеть людей, которые бы не совершали тех или иных грехов, которые христианин совершенно неприличны. Я говорю сейчас об обществе людей верующих. И когда мы отказываемся от общения с такими людьми, то, во-первых, мы ставим себя выше их. Во-вторых, мы отнимаем у них какую-то надежду на общение и на милосердие с нашей стороны. И выносим таким образом о них какой-то очень жестокий суд. И мне кажется, что здесь надо исходить не из каких-то максималистских, ригористических взглядов и позиций, а нужно вспоминать, как поступал Христос. Мы помним, что Христа постоянно упрекали в том, что Он общается с матарями, с блудниками, с блудницами, с людьми, которые, по мнению иудеев, были людьми второго сорта, людьми, недостойными общения. Но Господь со всеми этими людьми находил возможным общаться. И эти люди, благодаря общению с Ним, обретали шанс на покаяние. Безусловно, никто из нас не может дать человеку таких шансов, которые дает человеку Христос. Безусловно, никто из нас не может принести другому человеку такую пользу, которую может принести только один лишь создавший человека. И вместе с тем наша милость, наша любовь к людям, наше принятие их дает им гораздо больше, чем отвержение. И то, что мы общаемся с людьми, живущими не по закону христианской жизни, и то, что мы приходим к ним в гости, совсем не является свидетельством того, что мы полностью их выбор одобряем. И если мы имеем возможность с ними общаться искренне, близко, то наверняка мы изыщем возможность деликатно и тонко сказать им о том, что, как нам кажется, в их жизни нуждается в исправлении. Конечно, в том случае, если наши отношения таковы, что они могут нас послушать, что этот разговор, в принципе, будет уместен. Мне кажется, что здесь лучше все-таки любовь и деликатность, а не строгий суд и не максимализм. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.